На улице Калинина чуть ли не у каждого дома куча мусора. Ещё на прошлой неделе всё это было обычными домашними вещами. Алла Капустьянова и вся её семья до сих пор живёт у знакомых. В дом приходят только днём, пытаются навести порядок. Из-за дождей ничего не сохнет. Алла, как и её соседи, надеются на компенсацию. Очень, очень, очень. Ну как бы я считаю, что и положено. Везде вот вода была в доме, всё вот у нас. Власти Липецка признали пострадавшими от потопа жителей 86 домов. И ещё в пять зданий чиновники не смогли попасть. О суммах компенсации пока не говорят. Это уже будет приниматься решение по, я так понимаю, с учётом объёма или того ущерба, который нанесён конкретному домовладению. Вот одна из возможных причин затопления домов. Этот канал узкий, местами забитый мусором. Он не справился с напором воды. После ЧП в мэрии подумали о том, чтобы увеличить его пропускную способность. От Скороходова до Неделина нам необходимо всё-таки русло, русло доделать и одеть его, скажем так, в бетон. И тогда все вопросы, они отпадут по затоплению вот этого участка. После потопа вновь всплыл и больной вопрос про ливневую канализацию. То, что случилось на прошлой неделе, форс-мажор, и ни одна система на него не может быть рассчитана, утверждал сегодня Алексей Востриков. При этом признался, коих дел в Нёвке вовсе нет. В отношении развязки первого мостового, 50 лет на ЛМК, здесь проекты разработаны, и нам необходимо строить ливневую канализацию, нам необходимо увеличивать протяжённость ливневой канализации на Левом берегу. При этом у любого автолюбителя есть свой список опасных мест, где ливневая канализация не справляется с потоком воды. А по очень смелым подсчётам чиновника, чтобы в Липецке сделать современную ливнёвку, потребуются миллиарды. Так что сейчас чистят то, что есть. Татьяна Ермишина, Тимофей Астахов, ТВК Новости.